Спасибо белорусам, которые пришли в этот поздний час, высказать соболезнования тем семьям, у которых погибли родственники, тем пострадавшим, которых очень много, к сожалению. Россияни и белорусы едины. Тут я уже говорю, в рамках такой трагедии это не какой-то пафосный оборот. Действительно, мы братья и мы друг друга поддерживаем. И то, что сегодня так много белорусов пришли к зданию российского посольства, это говорит о единении наших народов. Боль, страх, ужас от того, что такое возможно сейчас. Это общая трагедия. У нас общие угрозы. И то, что произошло у наших братьев-россиян, это с болью в сердце отразилось в каждом Беларуси. Это первое чувство. Второе чувство – гнев. Понимание того, что с террористами разговаривать нельзя. Мы прекрасно понимаем, что военным путем ни Россию, ни Беларусь победить невозможно. Поэтому вот такие теракты, акты экстремизма, они будут пытаться продолжать наши враги, чтобы запугать, чтобы поставить на колени страхом, чтобы где-то кто-то дрогнул. Но все это приведет к обратной реакции. Посмотрите, сколько людей сегодня ночью уже здесь, сколько еще придет в течение дня, как люди отреагировали Беларуси. Поэтому боль, но справедливость восторжествует. Вы знаете, даже очень сложно подобрать слова на самом деле, потому что мы скорбим. Мы сейчас и сегодня, и в эту минуту находимся с нашей родной, дорогой Россией. Хотим высказать искренние слова соболезнования, потому что, ну, со слезами на глазах, соболезнования родным, близким. И хотим сказать, что мы вместе. Мы вместе, есть сейчас и будем только вместе. Ну, эмоции, наверное, все понятны. Мы их уже выражали в первые же минуты. Это слова солидарности, соболезнования семьям погибших, близким, выздоровления пострадавшим. Наш патриарх, святейший Кирилл, как он написал, и все мы вместе с ним молимся в эти дни, в эти минуты. Наш президент выразил соболезнования. Понятно, что нас пытаются запугать, пытаются сломить. Нас не запугать, не сломить. Мы солидарны с русскими, и нашу борьбу мы доведем до победы. Пусть так и знают те, кто это все организовывает. У нас это утро начиналось с колоколов, хатыни, с минуты молчания. И так заканчивается этот день. Я не хочу сейчас ни о каком символизме говорить. Просто, понимаете, некоторые уроки 80-летней давности не идут впрок. Это тяжелая трагедия, которая вызывает слова скорби. Мы вместе с российским народом сочувствуем, сострадаем родственникам погибших. И верим в то, что те люди, которые пострадали от этого злодеяния, обязательно поправятся. И с ними будет все хорошо. Наш общий славянский моральный дух нельзя сломить такими злодеяниями. И уверен в том, что вместе мы все это преодолеем и сделаем все возможное, чтобы такое больше не повторялось. Все силы к этому приложим. Особенно сегодня, наверное, когда узнала эту новость. Понимаете, тут даже не было времени на какие-то мысли, раздумья. Но самое страшное осознавать, когда гибнут люди в мирное время. Люди ни в чем не виновны. А кто замешан в этой игре? Поверьте, не граждане той или иной стране. Это политика. Это определенный круг людей, который сегодня пытается разобраться. В своих вопросах и в своих интересах прежде всего. Но мы не должны от этого страдать. Мы все. И мы все сегодня выступаем за мир. И, наверное, с каждой минутой мы понимаем ценность вот этого мира на нашей земле. Российский экономический университет РЭО имени Плеханова. Минский филиал. Мы здесь для того, чтобы выразить соболезнования, почтить минуты молчания погибших. И принять участие в этом митинге. Собственно говоря, мы не можем остаться в стороне. Потому что это наш университет. И Россия для нас это наша вторая страна. Поэтому мы здесь в знак поддержки. Это в принципе никак не может быть оправданно, то, что произошло. Это недопустимо в современном мире. И это варварство в самом ярком его проявлении. Еще раз глубокие сожаления братскому российскому народу. Надо сказать, что мы были и будем всегда вместе. И в горе, и в радости. И мы победим всю эту навалу террористическую, экстремистскую, чего бы нам это ни стоило. Конечно же, самое главное, не допускать таких чудовищных терактов. Это наша общая боль. Считаю необходимым, чтобы Организация Объединенных Наций обязательно оценила этот теракт. Потому что, к сожалению, зачастую они уходят от этих оценок. Сейчас уже многие государства высказали соболезнования в адрес нашего руководства. Так что теперь дело за Организацией Объединенных Наций и теми странами, которые в нее входят.